Интеллектуальная усталость, да, есть такая. Это усталость, когда ты слишком много думаешь, это вот моя усталость, на самом деле, чаще всего у меня как раз интеллектуальная усталость, да, тебе приходится очень много информации обрабатывать, и под выходные вот реально мозги пухнут, да. Интеллектуальная усталость лечит творчество. Лечит творчество какие-то такие вот вещи, которые не требуют, какая-то вот работа монотонная, которая не требует включения головы. Я люблю работать с самоцветами, я люблю там собирать бусики, да, такие всякие. Вот у меня сейчас вот дочка, сейчас дочка не часто получается, она еще маленькая, она еще только мешает, но не помогает пока с бусиками, особенно если мелкие бусинки, там это все, это от нас. Попозже, думаю, сможем вместе с ней собирать бусики самоцветов. А сейчас мы с ней вот рисуем, там, из пластилина что-то лепим, да, я занимаюсь ребенком, тоже, она очень любит это все, и я вот с ней с удовольствием провожу это время. Там какие-то прогулки, то есть если вы сильно напрягаете мозги, то на выходные надо максимально их расслабить. То есть надо сделать отдых таким образом, распланировать, чтобы вы там вообще не напрягались, чтобы вам не надо было что-то решать, что-то думать, как-то бежать. Лучше все вот такие вот дела, да, вот перенесите на будние дни по возможности, чтобы хотя бы один день выходных у вас могли отдохнуть ваши мозги. Когда ты много-много-много работаешь, и когда у тебя как бы не получается решать какие-то задачи, то ты эмоционально тоже перегораешь. Ты на подъеме, когда ты работаешь, ты видишь сразу результаты свои туда, да, очень больше эмоционально. Да, девочки, да, есть такое. Многие из нас, вот для женщин это очень важно. Если мужчина, у нас вообще разная мотивация. Если мужчина зарабатывает в основном для того, чтобы дать денег заработать, у нас другая своя мотивация. Мы будем хорошо работать не когда нам денег больше пообещают, а когда нам будет в кайф работать, да, когда нам нравится работать, когда мы получаем удовольствие от работы, тогда мы очень продуктивны. А когда это какие-то моменты, которые какие-то вот неприятные, да, вот это нас выматывает очень сильно. Мужчина, на самом деле, нас не понять. Когда я мужу говорю, что у меня нет мотивации, он начинает двигаться, говорит, кризис, какая еще мотивация? Вот, тебе нужна, да, деньги надо зарабатывать, и ты вот чем вообще занимаешься, чем вообще думаешь? Вот, а мне вот важно получать удовольствие, мне важно есть результат, да, мне вот важны такие вещи. Вот, когда ты работаешь интеллектуально и вот занят какой-то деятельностью, здесь сложнее увидеть плоды своей работы. У меня плоды моей работы, да, это вот клиенты, которые пишут отзывы положительно, благодарственные, когда пишут там вот письма, да, вот личные, очень приятные, что вот там, спасибо вам за то, что я вот решила такие-таки проблемы, вот там, вау, у меня такой результат. Вот это вот для меня прямо, это работа как вот, как батарейка, да, которая вот поджижается, вау, все, тут я готова работать, у меня даже настроение поднимается, все супер. Вот люди, которые, они работают с физическим трудом, да, им проще, потому что они видят результат своей деятельности. А которые вот эмоционально, здесь вот очень важно поставить для себя планки, вот, как понять, что моя работа выполнена. И каждый день, когда вот вы ложитесь спать, да, вот при этой усталости, надо просто прокручивать и хвалить себя. Особенно, да, если вы эмоционально устаете, здесь очень важно хвалить себя, хвалить себя, поощрять себя, делать себе подарки. Ну, мы к этому перейдем, я далеко вперед уже сбежала.